Привет всем! Меня зовут Оля, мне 28 лет, я мама двоих детей, 3,5 годика и 10 месяцев, мальчики мои. Я обратилась к Александру с таким запросом, что я больше не хочу кричать на своих детей, не хочу увидеть их испуганные глазки, не хочу на них срываться. И это был мой основной мотиватор. Почему я больше не хотела терпеть и откладывать в долгий ящик работу над собой. Когда мы с ним встретились, с Александром, он не уверен, что все получится. И после первой сессии я ощутила реальный эффект, что когда дети плачут, я абсолютно спокойно воспринимала этот плач. Не могла раньше вообще его переносить, а сейчас дети плачут и плачут. И я понимаю, что я могу спокойно отреагировать, с любовью, с заботой, нежностью отнестись к их потребностям и удовлетворить их. Конечно, у старшего ребенка сейчас кризис трех лет, он проявляет свою точку зрения очень бурно, активно, хочет свою значимость в наших глазах утвердить. Поэтому это отличный тренажер для того, чтобы проверить, работает метод или нет. И я поняла, что действительно, вот, например, случается какая-то незадачка со стороны старшего ребенка, он расстраивается. И если раньше я раздражалась, сразу вспыхивала, ну или не сразу, а так раздражалась, 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 а потом вспыхивала. И получал Гришка у меня такую убойную дозу от меня негатива, то сейчас я просто хочу, у меня есть силы, у меня есть ресурсы, у меня есть возможность его обнять, его поцеловать, утешить, окутать его своей заботой. И настолько, что он прекращает просто всякие истерики, и это превращается в нашу какую-то игру, в волшебную сказку, в какое-то путешествие. В общем, я очень рада. Уже один этот эффект, он стоит того, чтобы заплатить эти денежки, обратиться к Александру и улучшить жизнь свою, материнскую, жизнь своих детей. Да, чтобы они потом вспоминали свое детство как просто такое светлое, солнечное, а не источник тревог, страхов и беспокойства. Затем я перешла к новому вопросу, по которому очень хотела проработаться. Это страх опоздать, страх не сдать отчет, я бухгалтер по образованию, не сдать отчет, просрочить оплату. То есть ты не то, чтобы просто совершаешь действия, которые приведут тебя к хорошему результату, вовремя сдать отчет или прийти вовремя на встречу, а ты перед этим еще очень сильно нервничаешь и испытываешь такую тревогу внутри, что прямо все от этого напрягаются. Напрягается, напрягаешься ты, напрягаются твои близкие, твои друзья, подруги, все они ощущают этот стресс в тебе внутри. И я тоже не хотела это больше испытывать, мне это не нужно. Мы с Александром проработали, узнали, откуда идут ноги этого моего страха опоздать. Мы выяснили, что, оказывается, это распространяется не только на эти ситуации, но и в целом на то, чтобы высказаться, чтобы как-то свободно реализовывать свои желания, свои действия, как-то выражаться, высказывать свою точку зрения. То есть по умолчанию был такой страх, что меня накажут, что мне скажут, что ты делаешь что-то не то, ты вообще какая-то не такая вся, глупая, не можешь что-ли справиться со своими детьми, ты что, не можешь что-ли справиться со своей работой, ты что, не можешь поддержать порядок в доме или, ну, убодли, типа того все. В общем, этот страх наказания, страх получения критики, упреков, он меня настолько сковывал, мои движения, эти блоки ставил, что просто моя жизнь становилась какая-то ущербная, она сводилась к такому маленькому тоннельчику, в котором я себя комфортно могу чувствовать, а любой шаг вправо и влево сразу стресс. Мы с Александром это тоже проработали, никогда в жизни я бы сама этого не сделала, не нашла тех ситуаций, которые, хоть и хочет молочко, которая зародила вот это беспокойство, этот страх, эту неуверенность. Попей, вот еще. Эту неуверенность. И я прожила этот опыт еще раз с Александром, мы сформировали новые эффективные выводы о том, какая я, как мне стоит себя вести, какие окружающие меня, что какое они имеют на меня влияние, или же вообще не имеют на меня никакого влияния. И знаете что, это подарила мне вся эта проработка, она подарила мне свободу самовыражаться, свободу строить свою собственную жизнь, того, как хочу лично я, а не как хотят и ожидать от меня другие, по моему же мнению. То есть это вечно, раньше было такое вечно соответствие тому, как я думала, что думают, что ожидают от меня другие. Да, но сейчас фокус построился на меня, на мой мозг, на то, что я хочу, на то, что хочет моя душа, мое сердце. И исходя из этого, я уже просто какая-то такая очищенная, помогу строить свою новую реальность сама, как взрослый человек. То есть Саша меня просто взял и так вот почистил хорошенько, почистил все, весь мой опыт вычистил, очень терпеливо, долго докапывался, досудя, откуда же, откуда это все идет. За это ему большое уважение, он в этом плане молодец. И вот так старательно вычистил все эти негативные установки, определения. Кто кусает маму? Да, отнесла, кусать к маме. Все определения, которые ввели меня просто к неэффективной жизни. Вот. Так что, что хочу в итоге сказать, что я безумно рада тому, что потратила свое время на эту работу. Оно того стоит, это лучшее вложение денег, лучшее вложение своих мыслей. Ну, я не знаю, я никогда раньше не испытывала такой крутой эффект от трех часов работы. Никогда раньше. Это, ну, такой эффект, он длится так долго. То есть ты постепенно понимаешь и сознаешь, что, а я-то уже другая, я уже так не реагирую, как раньше. И это круто. Ну, в принципе, все, что я хотела сказать. Пожалуйста, работайте над собой, не портите жизнь своим детям, своими внутренними какими-то недовлетворенностями, тревогами, страхами. Не портите им жизнь хотя бы, с собой разберитесь, и все будет круто. Пока.